По результатам международных наблюдений, Бишкек остается первым в списке самых загрязненных городов. Эта ситуация встревожила жителей столицы. Комплексный план правительства по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, Сокулукском и Аламединском районах направлен именно на борьбу со смогом. Планируется строительство зданий в соответствии с санитарными и экологическими требованиями с учётом продуваемости территорий, газификация населённых пунктов, увеличение зелёных зон, перевод автомобилей, автобусов и троллейбусов на газовое топливо и электротранспорт. Но для реализации всего этого требуется немало средств. Правительство также рассматривает возможность снижения цен на газ с учётом уровня жизни населения. В то же время поддержание чистоты воздуха также зависит от усилий каждого гражданина. Людям не хватает экологического образования и воспитания. Например, в то время, как мы детей учим сортировать мусор, их же родители неправильно воспринимают это. Нам нужно повышать экообразование и воспитание уже в детских садах, школах и университетах. Без этого нам не справиться с этой проблемой. Кроме того, решение можно найти в том, чтобы меньше использовать автомобили. Вопрос, связанный с воздухом столицы, поднимается регулярно в течение последних трёх лет. И одной из причин является то, что этот дым вызывает много болезней. Смог и загрязнение воздуха влияют на появление заболеваний лёгких, сердца. Часто увеличивается количество аллергических заболеваний у детей, увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний лёгких и мозгового кровообращения, вплоть до инсультов. В качестве основных причин загрязняющих воздух в столице общественность называет большое количество автомобилей, способ отопления домов жителей новостроек, бань и саун, а также влияние ТЭЦ-Бишкека. Но они не подкреплены научно. Именно по этой причине в план правительства включены разработка нормативов качества угля и создание лаборатории по определению его качества, а также определение источников смога.